Продолжаем проходить Pokemon Heard Gold. Мы впервые столкнулись с командой R, с которой снова предстоит повоевать и в этом регионе, и пока что собираемся наконец-то повоевать немножко с геймлидером, раз уже здесь такая строгая необходимость в этом, собирать столбанные значки в очередной раз и снова спасать... Тьфу, спасать мир. Снова постигать эту дурацкую Покки-лигу. Ну, в общем, выбора нет, и придется всем этим заниматься именно сейчас, начиная с этого момента. Не охота, но надо. Я бы предпочел лучше мир спасти еще разок. Я в Баксе. Я никогда не проигрываю, когда это идет к жукам. Мои исследования сделают меня авторитетом в жуках. Позволь мне продемонстрировать, что я выучил от моих изучений. Позволь мне продемонстрировать. Позволь мне продемонстрировать, что я выучил от моих приборов. Продолжение следует... Продолжение следует... Даже когда это мой последний покемон, жуки все еще сильны. Продолжение следует... Продолжение следует... Ладно, ты победил. Возьми этот бейджик. Джон получил хайв бейдж от Бакси. Бейджик улей получается. Ты знаешь заслуги хайв бейджика? Если он у тебя есть, покемоны до 30-го левла будут подчиняться тебе, даже из трейдов. Покемоны, которые знают Катс, могут использовать его за пределами битвы тоже. Вот, я также хочу дать тебе вот это. Блин, уже у меня два разрешения на использование ХМов, у меня ни одного из этих ХМов до сих пор нету. ТМ-89 содержит Йотерн. Он позволяет твоему покемону атаковать, потом переключаться к следующему покемону в ТМ-партии. Не круто ли это? Ну, как сказать. Жуки довольно глубоки. Есть и много мистики, которые нужно исследовать. Изучая свои... По своему выбору, типа того. Коконал пытается справиться с эффектами яда. Нужно спасти мою Коконожку. Срочно. Хотя, правда, у меня, к сожалению, особо там вроде бы ничего нету, но антитот, по крайней мере, был хотя бы один. Ладно, держись. Можно было, конечно, довести до пухи центра, но, скорее всего, Коконожка не выдержала бы такой длинный переход, так что, ладно. Всё, в принципе, можно отсюда сваливать, я так понимаю. Правда, придётся, видимо, опять переключать все эти дурацкие рычаги. Ох, ладно. Как будто и нельзя было просто портал уже сделать какой-нибудь, как в некоторых других стадионах. Чтобы, можно было без проблем отправиться к выходу. Похоже, Коконожка вот-вот упадёт. Ладно, сейчас мы тебя спасём, спасём, доведём до конца. Жалко, что нельзя покемона носить на руках, чтобы, так сказать, лишний раз и бередить раны. Вообще, конечно, эти бессмысленные битвы раздражают, печалят, честно говоря, то, что покемон приходится постоянно драться с кем-то. Ой, ну что поделать, выбора у нас нет. Нас заставляют заниматься всей этой фигнёй. И куда делся этот мужик, интересно, который объявляет здесь... Эм... Странно. А, тфу-то, вот же он где находится, забыл уже совсем. Хорошо сработано. Это был отличный удар молодого тренера, типа того. С такими людьми, как ты, будущее покемонов светится. Да нихрена оно не светится, блин. Будущее покемонов обречено, очевидно, на плохие... На плохие моменты. Типа бессмысленных драк и смертей и так далее. Да, это мы уже знаем. И всё-таки, где мне нужно найти... А, понятно, точно, я забыл совсем. Мне ведь нужно было найти кат у того мужика, который находится в этом вот... В этой печке, короче говоря. С которой нельзя было по-нормальному поговорить. Скорее всего. А вот где рок-смэш достать, даже не знаю. Нужно, видимо, в бульбопедии читать снова. Хотя обычно такие мувы выдают по сюжету, поэтому от них и не уклонишься никуда. По большей части. Некоторые из них можно буквально на полу найти. Тут нужно ещё вспомнить, где они находились раньше, короче говоря. Ну-ка, как теперь чувствует себя кроконожка? Кроконожка что-то ищет неупокоенно. Ну ладно. Я знал, что мы можем рассчитывать на Кёрта. Вот козлы, а? Обо мне никто ничего не знает. Только про Кёрта говорят. Эх, нечестно. Я старался, понимаете, или спасал мир тут. Супоки вернулись. Зная это, они, наверное, где-то гуляли просто. Да. Вот так вот. Великие дела проходят незаметно, к сожалению. Эх. Супоки вернулись. Но мои фарфетчеты не вернулись. Мой ученик пошёл искать их в городе Иль... В Лексу Илекс. Это давно было? Где этот ленивый урод? Ладно, видимо, нужно идти спасать его, раз уж такое дело. Краконожка всё ещё ищет что-то. Краконожка поймала запах дыма. Ну ладно. Вроде бы в этом городе нам больше особо нечего делать. Ах, если бы всё было так просто. Скажи мне кое-что. Это правда, что команда Рокет вернулась? Что, ты побил их? Ха, хватит врать. Ты серьёзен? Тогда покажи мне, сколько ты хорош. Рокет вернулась. Рокет вернулась. Рокет вернулся. Девушки отдыхают. 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 Он мог бы мне просто башку разбить своей палкой здоровенной. Чёрт знает. Ты нашёл форфетч, спасибо тебе. Но есть ещё один попавший. Если вы ступишь на ветку, он увидит тебя, понял? Это твой шанс поймать его, подкрадись сзади. Да-да-да, это мы уже знаем. Всего два отдела в этом месте, в этом лесу, в этой части леса, прежде чем мы сможем попасть в северную. Так. Ну-ка, куда же мне стоит пойти? Ага, стоит там засранец. Ну и разумеется, дикие покемоны. Мне стоило про них не забывать. Ой-ёй-ёй-ёй. Начинается. Так, ладно, с вами драться некогда, честно говоря. Мне нужно проверить тут всю местность вокруг. Например, вещей тех или иных. Тхе, и просто стоит и пялится в эту сторону. Странная, конечно, ловика. Ну ладно. А теперь он меня заметил или нет? Похоже, нет. Да чёрт! Конечно, трудно меня не заметить, когда я хожу здесь со всеми дерусь подряд, потому что все на меня нападают. И как вообще все эти метоподы могут нападать? Они же двигаться не могут даже сами. Что за бред? Так. Удрал говнюк. Поймать его только с задницы. Это не честно. Я не могу подкататься к нему просто взять и подкататься к нему с задницы. Зато я могу кое-что подруга, кое-как по-другому сделать. Ну, в общем-то, да, это задачка просто буквально на одну минуту. И будет каждый раз тыкаться туда-сюда. Бедный фарфетч, мы ему на нервы действуем. Он же с ума сойдёт, у него приступ будет сердечный. Так. Попался говнюк. Хе-хе-хе-хе-хе. Всё, всех поймали, сожрали. Ого, ты взял их овоих. Спасибо тебе огромное. Мой босс... Покемон моего босса не подчиняются мне, потому что у меня нет бейджика. Фух, ты спас меня. А вот и босс появился. А, мой фарфетч, ты нашёл их для нас, ребёночек. Без них мы не сможем срезать деревья на поленье. Спасибо, ребёночек. Теперь я как могу отблагодарить тебя. Я знаю, возьми это. Ну, понятное дело, что же это ещё может быть, кроме как кат. Это хитомашин кат. Выучить покемона позволит срезать маленькие деревья. Конечно, тебе нужно иметь геймбейджик из-за залии, чтобы использовать его. Ну и всё. Так и будете стоять здесь? Ну, ладно, чёрт с вами тогда уж. Ладно. Бесполезные люди. Ну, блин, что ж такое? Я тут нахожусь в группе народа. На мне нападают маленькие гусеницы. Ну, вы издеваетесь, что ли? Ну, что за бред? Как вообще эти маленькие гусеницы могут на кого-то нападать? Они же такие крошечные, безобидные, блин. Так. Люрбол. Да-да-да, это мы знаем. Для кат, мне кажется, уже целая куча народу набрана. Которому можно его выдать. Ну, да. И Белл Спраут может выучить, и Сентрит может выучить. Ну, Сентрит, а может быть, и придётся потом с будущим сбагрить. Поэтому, ладно, пускай Белл Спраут выучит, пожалуй. У Белл Спраута, так ему, возможно, два нужных мува. Флэш и Кат. Ну, вроде бы всё, можно двигаться дальше, я так полагаю. Через лес Илекс. Храм леса Илекс. Похоже, в нём живёт... В нём должен жить защитник леса. Вообще, да, защитник леса это покемон Селеби. Знаменитый, так сказать, ивентовый покемон, которого не получить просто через обычный геймплей. И с ним связан один сюжетный ивент. Поэтому его я с огромным трудом смог начитерить, найти код в интернете на включение этого ивента. То, что нельзя просто начитерить Селеби, нужно именно получить его как ивентового. А это довольно сложно сделать. Ну, спасибо хоть людям, которые код выложили. Поэтому в будущем, когда я немножко подкачаю свою кроконожку, мы вернёмся сюда и включим этот ивент. Потому что здесь нужно будет более-менее серьёзных покемонов иметь подкачанных. Да, кроконожка? Да, кроконожка счастлива. Кроконожка пялится на свет, проходящий через деревья. В общем, мы сюда вернёмся ещё в будущем. Может быть и сейчас, но попозже. Так. Лес Илекс так перерос с деревьями, что вы не можете видеть небо. Пожалуйста, пожалуйста, смотрите за вещами, которые могут быть выронены. Но это бесполезно. Пока я не получу поисковик вещами, мне нет смысла, вообще-то, что-то здесь искать. Ну, кроме самых очевидных вещей в тупиках, которые лежат здесь. Их-то найти, конечно, лёгкое дело. Ладно, надо отсюда сваливать, конечно же. Побегали достаточно. Кто-то там звонит. Нет, спасибо, нет времени мне с вами там перезваниваться, болтать. Ага, антидот, хорошо. А то у меня как раз ни одного нету. Может быть, конечно, покупать уже начинать. Я уже там денег, в принципе, подкопил. Но я просто коплю деньги на тот случай, если понадобится купить какой-нибудь ХМ или... Тьфу ты, ХМ, ТМ. Я просто толком-то не помню уже, получили их все так или нужно было что-то допокупать. Всё-таки посмотрим. Так. Ладно, буду, короче говоря, всех бить, кто встречается. Сами, в конце концов, напирают на меня, короче говоря. Супер зелится, прекрасно. Так, чё-то ещё интересного. Опа, знакомое лицо. Ну, вернее, оно кажется знакомым. На самом-то деле, все эти девки, они разные, как ни странно. Хотя это сразу и не догадаешься, в общем-то. Кстати, я ведь до сих пор тоскаюсь с собой яйцо, не так ли? Я уже не помню. Ну да. Оно очень долго будет, видимо, выбиваться. Ой, придётся терпеть и ждать. Терпеливо, когда это случится, наконец-то. Блин. Я скорее буду терпеливо ждать, когда я наконец-то из этого леса уберусь. И смогу купить уже репелы себе. Вроде бы в голден роде уже будут продавать их. В довольно большом количестве. Ой, тут вот, эм... В общем, прям, макс репелы уже будут продавать, надеюсь. Ой. Хотя, может быть, и нет. Может быть, мне нужно собрать 7 бейджиков для этого. Я уже сам не могу вспомнить, потому что это старое поколение. Нехрена себе, этот мужик бьёт своей башкой деревья. Он дебил, что ли? Ну, видимо, так и есть. Что я делаю? Я бью деревья, используя головожопу. Это весело. Вот, можешь попробовать со своим покемоном тоже. Какой покемон должен выучить эту хренотень бесполезную? А что, может выучить любой покемон? Ладно, пускай Билл Спраут выучит. Прости, этот покемон может выучить головозадницу. А Рокки может выучить головозадницу. Может Рокки выучить головозадницу. Ну, просто странное название. И, конечно, понимаю, что это на самом деле просто удар головой, а не головозадница. Ну, пхе. Ой, ладно. она бесполезно конечно для меня потому что нет смысла бить деревья там все равно только будут подать и покемоны больше ничего так что смысл в этом особого нет может быть просто показать вот теперь как тебе то нравится твой уроки и выглядит сиднее да ну посмотрим в вашу хорошенько по нему хэдбатом ты дышь ну что весь смысл просто выпадают дикие покемоны так какие-либо толку тот раз для меня особого нет опять таки можно их поймать и в траве в принципе ну некоторых по крайней мере может быть от этих вот и нельзя поймать траве но все равно толку того никакого нет летающий покемон у меня уже есть так что ладно хрен с ним потратили немножко время зря и может теперь сваливать отсюда наконец-то ага еще докрашенная деваха кимоно герл кимоно герл поиграла потерялась я досталась одна беда девочка потерялась темноте леса илекс что ты помнишь меня избрана вайлетт ты не должен быть представляешь при этом случае ты покажешь мне как выйти из этого леса ты покажешь не пока не перед не потерялся ли ты в лесах тоже как ты можешь знать как выйти отсюда о ого ты собираешься показать как выйти ты такой умный покемон виде увидимся и все забавно конечно как руку ножка смогла найти выход из этого леса впервые здесь оказавшись за всю свою жизнь ну ладно это была вторая девка из тех которыми встречаемся рука ножка все еще пялиться до солнца ну ладно это тоже интересное занятие видимо но мне нужно идти завоевывать значки заниматься всеми этими дурацкими реальными вещами из того чтобы просто завалиться на травку и насладиться прекрасным ароматом леса которые все не могу почувствовать то что нахожусь этом дурацком и не лом городе ну что поделать так а а вот и яйцо очнулась и тогипи вылупился из яйца было и понятно что же еще по ним это же помним ой тогипи вообще толку от него не конечно никого нет его не вижу смысла прокачивать тем более что это маловероятно что вообще возможно тогипи олиценирует в тогетика при высокой дружбе то бишь он должен очень долго воевать повышать свой уровень и после этого он эволюционирует в стоге киса при использовании шайни стоуна если конечно это это уже есть возможность не помню в каком поколении появился тоге кис впервые вообще толку никакого нет этот тогипи тоже никакого толку нет по и сюжета тоже эти девки по нему даже не вспомнить скорее всего опа профессор элм звонит как он вообще узнал эй джон это отличные новости покемон вылупился с яйца как он это узнал вообще я знал что давать яйцо это яйцо тебе джон была правильная вещь от тебя я просто знал это тебе стоит вернуться и показать мне какой тип покемона это есть клик ну конечно возвращаться пока что не буду когда изучу флай тогда уже вернусь к нему пока что обойдется засранец блин мог бы сам по вынашивать его опа батарфри странно ой дорогуша ты делаешь покедекс ты должен быть сражаться со всеми видами покемонов попытаюсь использовать этот тм для зарядки тм 12 лучше бы тм-27 дали этот таун ты используя его на иногда на целевой и целевой покемон может просто кому только тему вы которые повреждают его покемона в общем хрень батарфришка батарфришка тоже работает здесь на ресепшене неплохо ты видел храм который является домом защитника этот защитник смотрит за лесом через время я думаю что он должен быть тройным покемоном ну может быть может быть но это я пока что не узнаю пока не доберусь до самого ивента собственно на севере golden рода радио башня на которой golden род сдает радиокарты задавайте свои вопросы получаете радиокарты ну ладно если берусь туда когда-нибудь это там где я две тренируюсь вы чего тренируюсь нет какое дело тебя баклан мелкий так ну ладно я конечно извиняюсь но все эти битвы с мелкими тренерами ничего не стоящего бессмысленное будем сражаться с командой р будем сражаться с гиблидерами и так далее а всех этих можно скипать вообще-то по-быстрому все но битвы с ними они достаточно 1 знаете однозначно однозначно как-то назвать короче грани в простуды и все чудо думать то так это не соперники это просто ходячий накопитель опыта для меня для моего коконожки ого лузер если ты упал поисты не сможешь практиковаться нормально тебе придется пытаться сильнее я нацеливаюсь быть гейм лидером но может быть у него и получится быть гейм лидером потому что у него хотя бы есть четыре покемона не два или три гейм лидеров этих тупых блин которые даже не могут нормальное количество покемонов набрать для того чтобы сражаться с тренерами просто позорщик какой-то они гейм лидеры блин повсюду трава повсюду лужи видео придется туда потом вернуться иначе сейчас замучаюсь иначе сейчас замучаюсь убегать от дихих покемонов постоянно или драться с ними просто кошмар какой-то вроде бы хочется побегать и поисследовать место если все так долго будет искать здесь что-то level up только ножка молодец ну-ка ну конечно каждого шага до вылазит здесь может быть и скрытые вещи есть но уж их-то искать точно бесполезно раз готов дроузи просто гуляют здесь эти чего делать травки странно так а и ладно бесполезно в тренеров можно побить а вот искать предмет бессмысленно пока что потом поищу за поделами дисплея ты тренер давай подеремся в практике поиме практичную битву поиме битву сказанул мой хоппип как вообще можно использовать маленькое невинное создание в битвах вообще даже драться не больше толком и уже ветром сносит эту крошку летающую но кого-то видимо не останавливает опа бульбазавр внезапно не так ли стартовик и искан то что спрашивается сделать один из самых редких покемонов это вообще непонятно но довольно забавно что что они хотя бы иногда используются стартовиков в битвах правда вроде бы только в этой игре и видео подобное больше нигде не помню о нет я просто не могу не могу победить просто лохушка когда я вижу сильного тренера я хочу быть и его чирлидером когда я хожу гулять иногда нахожу вещи если яду что-нибудь ты можешь его взять да ну пожалуй я люблю халявку так что не откажусь так уж и быть подели подарить свой царский номер я позвоню как только найду что-нибудь ладно молодец рабыня вкалывай до меня я просто получил моего покемона из дейкера да я посмотрю насколько сильным он стал да конечно конечно в дейкере вообще-то повышение уровня покемонов довольно таки слабенькое дело так это нас кажется нормальный тип пока что снаббл или нет даже не помню ой как вообще может чарм сработать если анда да да то же чарм они атакт много перепутал мэриб ой блин мэриб довольно опасная тварюга первое есть смысл и ударить издалека и начало статика меня парализует в адрес к нём но неплохо сработало в целом просто сейчас хочу пока что экономить и не тратить если пара из хилл и так далее пускай бы не было что пока что будет в запасе почему-то закончилось так потому что когда ты сражаешься нужно не ползать с ребенком на спине воевать не знаю мы покемоны знают мувы которые я не давал им это уделила меня типа ладно хорошко отправить очень широко к сожалению это же нет ярких про можно закидывать в дорогу безгодную пасть как он ложка похоже чувствует себя счастливой гуляя с вами да это радует это очень приятно я лучший в моем классе покемонов в классе покемонов или месяц просто а имеется ввиду после своем классе видимо лучше в классе по покемонам без денег его короче говоря вместо того чтобы учиться наукам и так далее вы учитесь покемоном засранцы как будто это вам поможет в жизни так плюх смыли дикли то бедняжку нет здесь есть лучшие тренеры неудивительно так если ты пошел бы в мой класс я бы стал вторым лучшим студентов классе не так ли я хочу стать сильнее причем это может произойти так что ты хочешь обменяться номерами со мной то мы сможем драться вместе ну вот этого чувака можно просто ради рематчей брать хотя конечно все равно не буду возвращаться все эти места круто я дам тебе звонок когда я буду готов к битве снова ты можешь звать меня тоже да как будто сдался бы мелкий шпенник сопливый я лучше поищу и поищу что-нибудь поинтереснее дедушка хорошая работа дедушка покемой который ты взрастил для меня стал здоровым ты выглядишь хорошо тоже привет джон позволь представить тебя это джон он тренер похоже что он становится лучше в выращивании покемонов что же не так хорош как ты дедушка конечно ах ты скотина мелкая следуй за мной джон не хочу следовать за вами в этот в это обитие зла и вы делаете с покемонами страшные вещи ну что за уроды бабушка позволь представить моего друга это джон ага этот мальчик твой друг я вижу что бабушка а чё ты говоришь он просто живет рядом а я знаю я знаю похоже ты привела его сюда лира ты должна быть уверена его таланте правда джон приходи и смотри на нас в любое время что ж мне лучше пойти сейчас увидимся а я почти забыла вот это мой номер покегира тебя не зачем регистрирует там очередная тупая девочка ой ты знаешь что может быть своим покемоном когда он идет с тобой они делают различные милые вещи на дороге и в городах я записываю каждый раз когда они делают что-нибудь веселое дай мне звонок и я поделюсь некоторыми из них с тобой бабушка не вздумает не говори ничего говорить мать твою но оба тренера и мы должны обмениваться номерами это все бабушка это декор леди ай блин смешно конечно с этими намеками вашими бы давать что все хватит не задерживать у меня есть идея да тебе наши наши номера это сможешь проверять покемонов которые бы взрастили почему они меня не спрашивают хочу с ними делиться номерами или нет нахуй вы мне сдались уроды ой блин вот дебилизм звони нас любое время когда ты хочешь чтобы по его носили покебона будем счастливы использовать это в покегиры который дал мне мой внук моя внучка тфулин и идите вы все короче дафиг ох не вижу смысла тратим вас время так сохранки 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 нужно использовать все мне забываю что здесь ментяра делает интересно я на патруле в подозрении в поиске подозрительных индивидуалов и все вы должны будет собой драться странно обычно ментя как раз таки любят подраться ну хрен с ним тогда видимо единственный нормальный мент на все на всей территории я хочу использовать обилку выращивать покемона хочешь увидеть или что-то типа того или что там еще короче говоря и все он не могу еще только переводить ну и ладно пора разрешать серию так что ага так и так из нас плачет зависнет блин также вовремя это сделал однако так ладно хотя бы в этот раз смог предотвратить необходимость переигрывать там огромную кучу пространства и все эти битвы со всеми этими уродами фух ну ладно на сегодня конечно мы уже хорошенько на записали поэтому стоит уже отдохнуть и перед тем как заходить в город golden рот столицу риона региона джо то я как раз таки здесь задержусь так мы сейчас быстренько уже закончится эта битва что можно было полностью так сказать закончится этой дорогой и уже ничего здесь больше не делать так давай иди сюда урод будем драться и так далее бла-бла-бла-бла-бла в общем все бесполезны разумеется поэтому битвы тоже быстрый ничего не значи все так прекрасно пси дак хрысть минус одна башка минус 2 башка я недостаточно хорошо тренировался это вообще не тренировался лошара нам стоит обоим тренировать своих покемонов больше иметь другую битву вы должны обменяться с телефонными номерами согласен что-то на этой дороге очень много народу хочет обмениваться на телефонными номерами по моему же штук пять номеров зарегистрировал ладно увидимся позже может не стоит вернуть их в дк вернее отнести в дк что не стоит делать еще раз знаю что тебе стоит делать только держись меня подальше пожалуй эмбарго еще один бесполезный тем который можно продать ну вот и хорошо город golden rose ждет на следующей серии следующей серии буду записывать завтра на сегодня конечно мы хорошенько так продвинулись эти три серии сегодняшние так что будем смотреть в будущее так сказать с радостью и надеяться на лучшее скоро продолжим только ножка похоже поди замечталась позвать ее то покемон так удивлен что же попрыгнул только ножка счастлива крутится вокруг и как она ножка пялится вниз ну в общем да нам еще будет еще поговорить с коконожкой о том как она занимается всеми этими забавными вещами типа тыканье в землю попрыгивания в воздух либо и прочих полетов круто конечно что есть только эмоции но они все равно правда только у всех покемонов повторяются как ни крути ну и ладно все равно это очень мило мне кажется скоро продолжим вот так вот Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok